Всем хай! Знаете, что у нас с вами сегодня будет? Кайли Скин. Я решила протестировать косметику Кайли Дженнер. Ту самую легендарную косметику, мнение о которой очень сильно разделились на два лагеря. Ее или обожают, говорят, что это чуть ли не лучшая косметика, которую они когда-либо в своей жизни пробовали, или наоборот, мнение тех, кто считает, что косметика максимально переоценена и она отстойна. Я уже протестировала эту косметику в течение достаточно длительного периода времени, ну и мне есть, что вам рассказать на ее счет и на что обратить внимание, если вас эта косметика таки заинтересует. Расскажу вам небольшую предысторию. Я получила вот такую вот небольшую рассылку. В этой рассылке было три средства в travel формате, которые мне прислали в подарок с таким вопросом, типа, нравится тебе или нет. Я подумала, что почему бы не протестировать, потому что уходку от Кайли Скин я никогда не тестировала, только видела на нее обзоры еще давным-давно, когда она только-только вышла. Я даже не помню, что в этих обзорах толком и было. Прислали мне вот эту косметику, я ее стала использовать, потому что мне было интересно, и через неделю бренд написал мне и спросил, как тебе эта косметика. Ну, я честно сказала, что она абсолютно нормальная и мне нравится, и как бы в ней у меня никаких вопросов нет, мне понравятся определенные средства там, и вот почему. Потом мне поступили эти средства на обзор, сразу скажу, они мне поступили на рекламу, но стоя лишь поправкой, что рекламирует мой продукт, будем только в том случае, если он мне понравится. Я сказала, что мне это валидно, потому что обычно я так и делаю. Так что сегодня я буду рассказывать о косметике Кайли Скин, вот она слева направо. В общем, давайте начнем. Когда я видела вот эти вот travel size форматы, они меня очень сильно поразили именно их дизайном. То есть у меня, конечно же, много косметики приходят на обзор, на тесты, у меня всякое разное, но я, если честно, не так часто использую новую косметику, особенно когда речь о до ухода, потому что, ну, банально я не вижу смысла, потому что меня это не цепляет. Коротко о том, почему это меня так сильно забайтило, просто посмотрите, как стильно выглядит, когда все упаковки выполнены в одном стиле, и это, блин, ну просто потрясающе. Мне нет слов, мне это, у меня нет слов, мне это очень сильно зашло. Здесь же меня все это очень сильно зацепило, поэтому когда мне пришли полноразмерки, я скакала просто снизу вверх, как раз таки по той самой причине, потому что я человек, который ведется на упаковочке. Поэтому пусть вас не сильно кринжует, только я реагирую в самом начале, пожалуйста. Недели раньше. Блин, я так ждала, когда уходовая косметика от Калика мне придет, я просто не могу, потому что она выглядит супер стильно. Смотрите, как это вообще выглядит. Готовила особый угол под Калик косметик, сейчас все разместим здесь, чтобы было красиво. Ну как это еще назвать, если не гипер-красота? Я просто убираю, даже если ты не фанатрозу, это так красиво! Сейчас с вами посмотрим, распаковочка небольшая будет. Достаю. Боже мой, я не могу, я умираю! Этот минималистичный дизайн, это настолько красиво, ну просто! Ну вот кто со мной не согласится, что это не супер красиво? Это же просто, черт возьми, гениальный дизайн! Казалось бы, ну что вот здесь такого необычного? Да, очень красивый розовый, да, вот эти вот буковки, которые не мешают. Но, блин, смотрите, как красиво тупо вот эти упаковки выглядят в ванне! Просто капец, я чувствую себя, знаете, как Барби. В детстве, когда я играла, у моих кукол была косметика, и она вот как раз такая маленькая была, я безумно сильно любила, чтобы у моих кукол была всякая вот такая вот розовая штука. И сейчас я просто на все это смотрю, я ощущаю себя действительно очень классно, честно. Даже, как-то даже, вот знаете, парик захотелось, надеюсь, какой-нибудь красивый или будь, вот. Так как Кайли крайне медийный персонаж, естественно, у нее очень большая фан-база и хейтерская база в том числе. И чтобы я сама не попадала на какие-то как слишком хвалебные, так и слишком негативные, и перед снятием вот этого вот ролика, с момента, как мне прислали косметику, я не смотрела других блогеров вообще. Я читала только то, что написано на сайте, где продается косметика в золотом яблоке. Вот, пожалуйста, скриншоты с их сайта. И также я смотрела видео самой Кайли непосредственно, где она рассказывает про свою же косметику, как она ее наносит, что она делает, в какой очередности. Давайте начнем, соответственно, наш обзор с умывалки. Несмотря на то, что я сказала вам, что я не буду смотреть последние обзоры блогеров, потому что я не знаю, что там в последних обзорах, я очень хорошо помню, что когда вышла вот эта косметика, эту пенку люди буквально наливали себе на руки вот в таком вот количестве. Потом наносили на лицо и очень странно на это реагировали. Когда же я смотрела, как Кайли наносит эту косметику, я видела, что она буквально делает один пшун. Соответственно, я тоже делала один пшун. Одного полноценного нажатия более чем ОК будет. Даже сама Кайли в своем видео говорит, что вам нужно буквально только одно нажатие. Что касается меня, мне это косметическое средство абсолютно понравилось. В нем нет абсолютно ничего плохого, но также, что нужно про него понимать, это не средство для удаления макияжа. Если я сейчас на мое лицо в таком состоянии несу эту пенку, ничего я не слою, как и с любым другим аналогичным средством. Поэтому здесь нужно понимать, что это пенка для умывания, не пенка для снятия макияжа. То есть она позволит нам снять макияж, когда мы уже использовали предварительно, ну, например, какое-нибудь масло. В той же самой Кайли скин есть вот это вот средство, его можно использовать как первичное средство для снятия макияжа, по аналогу с гидрофильным маслом, с металлярной водой, ну, что вы обычно предпочитаете. Но если кожа без макияжа, то, конечно, никаких дополнительных отцей не нужно. И без этого будет отлично. Ну, например, использовать это как утреннее умывание – отличная схема. Кстати, в составе продукта есть глицерин, который мягко очищает кожу, и самое главное – не лишает ее влаги. А в составе также есть поверхностно-активные вещества из кокоса, которые способствуют мягкому очищению. Поэтому, когда ты умываешься, вытираешь лицо, у тебя нет ощущения, что оно стянуто или очень сухое. Далее идет второй этап – это, соответственно, уже очищение кожи, остатков макияжа на лице после первого этапа. И, естественно, да, все чило, абсолютно нормально. Не вижу никаких проблем. Из интересных моментов кожа после этого средства абсолютно не кажется сухой, она не кажется какой-нибудь неприятной, она не блестит. Знаете, у меня забывает такое средство, сейчас вам объясню, ты наносишь умывалку, какую-то пенку, и вроде тебе кажется, что у тебя кожа очень хорошо прям вот очистилась, что она чуть ли не там хрустит, хотя это вообще нехорошо ни разу, если ваша кожа хрустит, так не должно быть. Но потом смотришь на себя в зеркало, и ты еще не успел нанести никакой крем, а у тебя уже кожа буквально вся блестит. Вот этого эффекта здесь нет. Ты просто смываешь его водой, вытираешь, промакиваешь лицо полотенцем, и все вообще абсолютно потрясающе. Нет вот этого ужасного чувства стягивания. Итак, я умылась, моя кожа идеально чистая, все смыла. Сейчас я буду наносить вот такой вот серум с витамином С. Если мы говорим с вами про здоровый и красивый цвет лица, то в этом, конечно же, очень огромную пользу играет витамин С в составе косметики. Именно поэтому сейчас у косметических брендов реально какой-то максимальный бум на приготовление продуктов с использованием именно этого витамина. Применение все очень просто. После умывания делаем один или два плюмпа, перераспределяем на все лицо, ждем, пока оно отпитается. Впитывается оно супер быстро. Пока я вам говорила тут предложение, у меня полностью впитался. Витамин С в косметике предотвращает раннее появление морщин. И что самое важное, он предотвращает, замедляет изменение структуры кожи. Мощность защищает лицо от ультрафиолетовых лучей, и таким образом защищает отход со старения. Что, согласитесь, со мной зимой особенно актуально, потому что мало кто у нас зимой пользуется СПЛ. Поэтому, угу. Как понять, что средство норм? Теперь к вопросу о сыворотках с витамином С. Неважно, какой это будет бренд, что это будет за средство, из какого ценового диапазона. Очень важно в этом средстве, смотрите, чтобы оно было бесцветным. Это архиважно, запомните это навсегда. И такое средство, как правило, не должно обладать какой-то ярко выраженной отдушкой. Оно не должно иметь или запаха вообще, или должно пахнуть чем-то плюс-минус натуральным. Пожалуйста, на любом сайте можно эту информацию почитать. К чему я это сказала? Запах данного косметического средства достаточно специфичный. Он по вайбу напоминает какой-то аптечный запах, то есть ты толком даже не понимаешь, что это. Это трава, это... Я даже не знаю, с чем это сравнить. Но, в общем, это запах, скажем так, никакого-то веселого апельсинчика и никакой-нибудь рабжи-мандаринки. Почему это важно? Потому что окрашенные или дополнительно ароматизированные продукты снижают эффективность средства. А все-таки в данном средстве важнее его свойства, чем вкусный запах. Хотя, конечно, запах нельзя переоценить, как и упаковку. Потому что буквально все началось из упаковки. У этой сыворотки правильный запах, потому что он естественный. Что мы делаем с вами после этого? И после этого мы используем средство для кожи вокруг глаз. Вот так вот оно выглядит. Здесь я вам сразу скажу очень важный момент. Вот конкретно это средство подойдет не всем. Что нужно знать? В составе данного косметического продукта есть кофеин. А кофеин не подходит людям, у которых жирная кожа. Кстати, крем для зоны вокруг глаз сама Кали не рекомендует наносить при помощи пальцев. Потому что сам по себе флакон так сделан, чтобы вы могли использовать его, не допуская контакта ваших пальцев с кожей. Он осветляет и уменьшает синяки под глазами и убирает отечность, которая есть вокруг глаз. Как раз за счет очень активных компонентов в составе. За счет чего это происходит? Фиин, экстракт зеленого чая и гранат, который находится в составе. Все это приспособлено для того, чтобы улучшать зону вокруг глаз. Именно ее цвет. В этом креме также есть витамин С. Мы его уже разобрали, поэтому он тут дополнительной опцией служит. Кстати, по запаху средство тоже такой же аромат имеет, как сыворотка. Поэтому сразу вас тоже предупреждаю, что пахнет действительно натурально. Ну и дополнительно здесь находится масло семян ЖЖБА, которое помогает смягчить кожу. Очень легко распределяется и супер быстро впитывается. Пока сыворотка впитывается, пока крем для глаз начинает работать и также впитывается, я перехожу к следующему этапу ухода за кожей. Это вот такое вот средство, ухаживающий крем. После умывания я приступаю к увлажняющему крему. И, кстати говоря, я узнала, что этот крем не просто можно использовать в качестве крема, но также как и в качестве базы. Поэтому вечером я его использовала для того, чтобы увлажнить мою кожу. И, кстати говоря, я отметила то, что нету после него, знаете, такого жирного эффекта на лице. И вообще лицо абсолютно никак жирным блеском не блестит, что очень здорово, крем супер быстро впитывается. Ну а утром, соответственно, как Кали завещала, используем как праймер. Когда ты его используешь, тут по запаху все ровно то же самое. Он не имеет никакой ярко выраженной парфюмерной одушки, он не имеет никакого цвета, он абсолютно быстро впитывается, очень хорошо работает с кожей и действительно можно заметить результат. Но я не люблю говорить фразу о том, что вот сразу ты увидишь результат, но буквально здесь есть этот вайп, потому что, я не знаю, она обладает каким-то повышенным обволакивающим, наверное, свойством. Поэтому ты смотришь на себя в зеркало, и тебе, в принципе, очень нравится то, что ты видишь. Хотя обычно, когда смотришь макияж, ну, не всегда нравится, что у тебя на лице. Здесь ситуация иная. Так, сейчас на моей коже вообще ничего нету, кроме как вот этого вот влажняющего средства. Пойду сделаю макияж и к вам вернусь, и дальше продолжим все это. Заодно расскажу про мои ощущения, как я ощущаю базу вместе с косметикой. И я возвращаюсь к вам. Вот что мы с вами видим. Все достаточно хорошо легло, я не вижу никаких проблем, никаких проплешин. Средство действительно хорошим образом нанеслось, поэтому ставлю ему лайк. За пару минут до этого. Я уже много раз рассказывала, что я не фанат использования базы под макияж, потому что мне всегда обычно хватает увлажнялок. Отличный повод, чтобы протестировать увлажнялку Кайли. Не, ну кожа такая прям суперсвежая. И еще у меня есть два также продукта. Это уже продукты по уходу за телом. Давайте я вам о них расскажу. Здесь у меня кокосовый лосьон для тела и кокосовый скраб для тела. Здесь уже, конечно, ситуация совершенно иная, потому что стоило только раскрутить колпачок, как сразу пошел потрясающий запах. Я не могу. Пахнет сахаром и кокосом одновременно. Это так вкусно. Боже мой, сейчас вам покажу это немного на себе. Короче, ну это буквально пахнет сахаром и кокосом, потому что он состоит из сахара. Надеюсь, вам будет видно. Видите? И есть это, если что, нельзя, хотя очень хочется. Мы наносим с вами этот сахарный скраб на все наше тело, когда принимаем душ. Скрабируем. Он параллельно с этим совсем начинает впитываться в кожу. И после того, как мы с вами намассируемся, смываем, красиво, вкусно, невероятно. Результат, видите, сразу в этом, кстати, преимущество. Всех, кстати говоря, сахарных скрабов очень рекомендую. Даже если дома сами будете делать, это прям реально вещь, которая работает моментально. Я, в общем, лучше про то, что они сюда добавили еще кокос, и это просто дабл. Надо смутить. И переходим теперь к кокосовому лосьону. Я вот вообще не тот человек, который после принятия ванны или душа использует всякое молочко для тела, лосьон. Я делаю это крайне редко, только когда мне прям вот хочется очень таких, знаете, вот прям приятных ощущений. Или выйти, и вся такая ароматная. Тогда да, класс, подходит. Но в целом это не является вообще частью моей повседневной рутины. Это же средство стало для меня буквально открытием. И знаете почему? Потому что обычно такие штук, о которых я говорю, они очень долго впитываются. Меня это очень сильно бесит. Потому что я хочу выйти, там, не знаю, промахнуть себе полотенчиком, все, и пойти дальше заниматься своими делами. В этом же случае оно впитывается настолько быстро, что ты вообще не успеваешь за ним никуда поспешить. Наносишь на тело после принятия ванны, и все. Оно уже впиталось, понимаете? Я вот только нанесла, оно уже впиталось. И нет никакой вот этой вот оперативной липкости. Ну, блин, ребят, я не знаю, как вам показать, насколько быстро оно впитывается, и почему это так сильно меня поразило. Ну вот, нанесу на то же самое часть тела. Вот, пожалуйста, да, там кусок. Бац, все. То есть ты вот так вот прохлопывающее движение делаешь. Впитано! Впитано! Как это работает? Что это за магия? Что они там сделали? Я, честно, не знаю, потому что такое у меня абсолютно впервые. И пахнет, боже мой, великолепно. Духи уже никакие не нужны. Но если только сверху чуть-чуть духи косово сделать, ну это же вообще-то будешь Рафаэла кусок. Так, и вот такое видео у меня получилось. Купить косметику Кайли вы можете в магазинах Золотое Яблоко. Больше нигде официально в России они не продаются. Поэтому очень рекомендую зайти, посмотреть, протестировать, и чтобы самим сделать какие-то выводы. Также все еще для тех, кто сомневается, есть тревел-наборы. Очень валидная вещь. Я вот молчала о том, насколько удобно их и использовать, и их куда с собой брать. И да, я тестировала вот эту вот тревел-версию. Не буду брать, но дней где-то 5. И за 5 дней у меня продукты, ну не то чтобы не закончились, но они все еще есть. Потому что экономный достаточно расход. Так что, такие дела. Всех люблю, всех целую. И всем пока. До новых встреч. В общем, мы пошли в салон Дилары. Очень дорогой маникюр. И я такая, господи, неужели я сейчас 20 тысяч, 30 тысяч зарядить? Я такая, уже просто в ужасе, думаю, охренеть. У меня был мастер, который вообще там залюбил ее косяки крылом, а там меня. Тут сториз из салона Дилары, где они прикольно снимали.